МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ Серпухов. Студия Олеся Кинфеева. Сегодня в выпуске главной темы. 95 лет в передовиках. Серпухов хлеб имени Владимира Павловича Фокина отметил юбилей. Капремонт во второй средней. Образовательное учреждение изменит облик. Мой папа – герой. В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошли праздничные мероприятия. Серпухов хлеб имени Владимира Павловича Фокина отметил 95 лет. Почти век предприятие снабжает своей продукцией не только наш регион. О том, как коллектив предприятия отметил юбилейную дату, расскажем далее. С добром и хлебом. Таков девиз серпухов хлеба имени Владимира Павловича Фокина. Вот уже 95 лет жители региона доверяют качеству продукции предприятия. Ударники труда принимали поздравления от главы городского округа Сергея Никитенко. В торжественной обстановке глава городского округа передал руководству предприятия поздравительный адрес губернатора Московской области. Лучшим сотрудникам вручил благодарственные письма. А управляющему директору предприятия Владимиру Коваленкову знак отличия князь Серпуховский Владимир Храбрый. У нас задачи и цели всегда одни. Это развиваться, создавать рабочие места, улучшать людям трудовые условия. Создавать гораздо лучше, чем где-то могло бы то быть. Привлекать молодежь. За многолетний труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса сотрудников и ветеранов поздравил и депутат Государственной Думы Александр Поляков. Сегодня Серпуховский хлеб – крупнейшее предприятие, оснащенное передовым производственным оборудованием. Объем выпускаемой продукции – 85 тонн в сутки. От всего сердца благодарю вас за ваш труд, за вашу преданность, за ваше видение. Своими товарами хлебзавод обеспечивает сразу три области – Московскую, Тульскую и Рязанскую. Сухарная продукция поставляется в разные регионы нашей страны – от Краснодарского края до Урала. Такой успех стал возможен в том числе благодаря самоотверженной работе почетного гражданина Серпухова, почетного пекаря России Владимира Фокина. Вы помните, как мы с вами радовались и гордились, когда у нас годовая реализация была первый раз в миллиарды. Ну а теперь я понимаю, что миллиард – это вам нужно отработать меньше, чем полгода, у вас уже миллиард. Поэтому я очень рад тому, что предприятие развивается. Среди сотрудников и ветеранов многие, как и Владимир Фокин, работали на родном предприятии более 40 лет. Среди них и Мария Богданова, чей стаж работы более 50 лет. 15 лет я отработала пекарем. А в последнее время я 25 лет работала мастером-пекарем на хлебозаводе номер 2-го хлебозавода. Был тяжелый труд. В 1947 году, после военное время было, тяжелый был. Все руками, все руками. Тесто руками месили, и батоны разбивали руками. Все было лучшим трудом. За почти век истории нашей страны было много кризисных этапов. Серпухов хлеб начал работу в годы индустриализации. Тогда молодая страна только начинала развиваться. Завод работает с 1929 года. Его открыли для решения проблемы обеспечения населения хлебом. Даже в самые тяжелые, военные годы, здесь никогда не останавливался рабочий процесс. Опираясь на опыт и достижения прошедших 95 лет, серпухов хлеб имени Владимира Павловича Фокина продолжает развитие в планах у предприятия и дальше модернизировать производство, внедрять современные технологии и расширять ассортимент. Во второй средний комплекса школы современного образования «Большие перемены». В рамках масштабного капитального ремонта, инициированного президентской программой, здание, построенное в 1986 году, полностью обновляется. В школе номер два кипит работа. Вывозят мебель и оборудование, демонтируют старые полы, стены и конструкции. Фронт работы у строителей значительный. Вторая школа – одна из самых больших в Серпухове. Её площадь – почти 9 тысяч квадратных метров. Планируется полная замена инженерных сетей, кровли, окон, дверей и полов. Фасад здания будет утеплён и отделан современными материалами. «Демонтаж мы планируем закончить побыстрее, потому что нам тепло ещё есть на улице, что-то вывезти, чтобы не по снегу. Во-вторых, планируем, чтобы уже до нового года какие-то отделочные работы приступить». В этом году вторая средняя вошла в комплекс школы современного образования. Учреждение, построенное в 1986 году, впервые за свою историю переживает капитальный ремонт, проводимый в рамках президентской программы модернизации школ. «Мы очень долго этого ждали, потому что школе 36 лет, ни разу большой ремонт не делался. С подрядчиками и с проектировщиками мы предварительно уже проговорили о том, что мы хотим увеличить количество учебных кабинетов, потому что у нас не хватает». Учебные кабинеты будут оборудованы интерактивными досками, компьютерными классами и лабораториями. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для занятий физической культурой и дополнительного образования. Чтобы не прерывать учебный процесс, учащиеся начальных и старших классов переведены в школы номер 12 и 19. Несмотря на временные неудобства, педагоги и ученики с нетерпением ждут завершения ремонтных работ. «С 14 числа наши дети обучаются 1-й, 4-й класс в здании школы номер 12, в основном здании, и 5-й, 11-й класс в здании школы номер 19. Приняли нас там очень хорошо, создали нам все условия. И хочется сказать слова благодарности тем, кто помог у нас организовать перевозку детей, потому что расстояние достаточно большое, для некоторых детей больше трёх километров. И благодаря администрации города и Николаю Николаевичу Пушкину спасибо хочу сказать большое, потому что он организовал перевозку наших детей». Подрядчик планирует завершить все работы к августу следующего года, чтобы 1 сентября дети могли приступить к занятиям в практически новом здании. «Мой папа-герой» под таким названием «Центр по профориентации трудоустройства молодёжи» в Едином Центре поддержки участников СВО и членов их семей прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Отца. Молодёжь смогла познакомиться с настоящими героями нашего муниципалитета, а маленьких детей наградили за участие в конкурсе рисунков. За чашкой чая бурные разговоры. Поближе узнать героев, понять сложность их профессии и выразить свою точку зрения. Гости мероприятия – представители МЧС и дежурной части УМВД России Сирпуховское, а также участник специальной военной операции вместе со своей большой семьёй. Главная тема разговора – портрет настоящего героя. «Я думаю, что настоящий герой должен обладать мужеством и смелостью. Да, на СВО это очень сложно и страшно, я представляю, да?» Герой может быть каждый человек. Совершенно верно. Герой может быть как мужчина, так и женщина, как военнослужащий, так и невоеннослужащий. Как школьник, так уже и взрослый человек, как и пожилой человек. Самое главное – это сила духа. Настоящего бойца всегда материалит его семья. Настоящий герой находится среди нас, а самый главный пример для каждого ребёнка – это его папа. Именно он защищает семью от проблем и невзгод, оберегает и заботится. Сегодня в Центре по профориентации и трудоустройству молодёжи впервые проходит мероприятие в преддверии замечательного праздника – День отца «Мой папа-герой». Он прививает мальчику мужество, он является примером для девочки и гордостью. А вот именно папа-герой – это вдвойне ответственность и гордость перед всей семьёй, перед детьми, перед женой. И неважно, что сейчас ты защищаешь Родину, но ты можешь служить в силовых структурах, и это папа-герой. Наши папы для нас всегда пример. Но есть и люди особые, которые дают особый пример и своим семьям, своим детям, и всей стране. Это люди, которые беззаветно служат Родине, которые её защищают, которые делают так, чтобы нашу жизнь с вами, нашу мирную жизнь ничего не омрачало. Встреча длилась несколько часов. Каждый подросток смог задать свои вопросы, а также рассказать о своих папах. Раз, два, три! Умники! В преддверии Дня Отца в Едином Центре поддержки участников СВО и членов их семей прошла ещё одна встреча. Участника специальной военной операции – почётных гостей с ребятами, которые отправляли свои рисунки на конкурс «Мой папа-герой». Я хочу показать самолёт, папу, солнышко. Мой папа военный, мой папа грёй. Мы рисовали папу, наша будет побега. Мой папа военный, я его горжусь. У этих детишек отцы – участники специальной военной операции. В каждом рисунке большая любовь и желание поскорее увидеться с родным человеком. Я хочу сказать по поручению главы городского округа Серпуха слова благодарности, в первую очередь родителям, которые прочитали информацию, рассказали ребятам о том, что у нас такой конкурс проходит. И вместе с ними, я не сомневаюсь, душой участвовали в этом конкурсе. Так, ребята? Да. Каждому участнику вручили дипломы и памятные призы. От Единого центра участников и своего членов их семей, депутата Московской областной думы, членов и сторонников партии «Единая Россия». Когда вы рисовали рисунок, что вы чувствовали? Вы чувствовали любовь к папе, да? Да. Да. Правильно, вы большие молодцы. Я вам желаю, чтобы вы всегда участвовали в разных конкурсах. И в рисунках, и в танцах, и в песнях, и в любых, в любых, куда вас приглашают и получали подарки. Еще один подарок – бесплатные билеты в цирк на всю семью. В Губернском колледже поздравили с профессиональным праздником военных связистов. В этом году подразделение отмечает 105-летие. Образовательное учреждение с воинской частью в Донках связывает многолетняя дружба. Среди военнослужащих есть и выпускники колледжа. А сегодняшний – его студенты для героев дня подготовили отличный подарок – полуторачасовой концерт лучших своих творческих коллективов. Их называют «нервами армии». От военных связистов зависит координация, безопасность и оперативность работы всех ее частей. Больше века войска связи обеспечивают надежную и точную передачу информации. А как все начиналось? Первым техническим подразделением связи была телеграфная рота, сформированная в сентябре 1851 года при управлении Петербургской Московской железной дороги. Радиосвязь, впервые осуществленной в мае 1895 года, русским ученым Александром Поповым вскоре нашла применение в военном деле. А в мае 1899 года была сформирована первая военная радиочасть. В поздравлении с профессиональным праздником, собравшихся в актовом зале Губерского колледжа военнослужащих, Александр Никитин, командир воинской части, начал с истории. Великая Отечественная стала генеральной проверкой боеспособности прежде всего войск связи. И сегодня военные связисты продолжают традиции, совершенствуют профессионализм, осваивают новейшие информационные технологии и системы. Только за участие в специальной военной операции более 15 тысяч военных связистов удостоены высоких государственных наград. За безупречную службу, в соответствии с приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, серпуховичи также получили почетные грамоты и ордена. Служу России! С профессиональным праздником военных связистов поздравили студенты колледжа. Ты нужен России, как хорь и как хренья, как правда во мне, как хлеб на столе, как мир на земле. Каждое выступление заканчивалось продолжительными аплодисментами. В губернском готовят профессионалов, педагогов, поваров, программистов, электросварщиков и артистов. После окончания колледжа некоторые танцуют и в ансамбле «Моисеева», и в «Красной звезде», и в «Березке». А потом на сцену вышли кинологи со своими верными, умными, четвероногими друзьями. С такими ребятами мы не пропадем. Закончился концерт этой замечательной, жизнеутверждающей песни, которую исполняли все вместе и зрители, и артисты. ПЕСНЯ Подразделение мы готовы укреплять. Но давайте немножко, не только в таком формате, давайте, у нас хорошие спортзалы. Ну, ребят, отпустите немножко увольнение-то. Я думаю, есть и волейболисты, и футболисты, и поплаваем напротив. Так, ребята, или нет, срочники? Ну, что, вы боитесь командира своего? Он подтверждает, что будем организовывать это. В планах у Губернского колледжа подготовка кинологов, которые будут работать с собаками-санитарами и четвероногими связистами. Редкий день обходится без ДТП с участием грузовых машин. Одна из причин – водители устают и теряют бдительность из-за нарушения режима труда и отдыха. В целях повышения безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды. В одном из них участвовала наша съемочная группа. Московское шоссе. Тяжелые фуры проезжают буквально одна за другой. Здесь даже в осенний сезон количество большегрузов уменьшилось ненамного. Из-за желания быстрее доехать до точки назначения, некоторые водители не останавливаются на отдых и порой даже засыпают за рулем. Очередная трагическая авария с участием грузового авто произошла 7 октября на 103-м километре трассы М-2 «Крым». Она унесла жизни трех человек. Причина пока выясняется. У экспертов две версии – отказ тормозов грузовика, протаранившего в результате сразу несколько машин. Рассматривается и то, что водитель мог заснуть за рулем. Операцию «Грузовик» проводилась 15 апреля. За данное время мы пресекли около 1700 нарушений на грузовые транспортные средства. Во время очередного рейда сотрудники госавтоинспекции и 8-го батальона проверили работу тахографов, где учитывается километраж количества времени, проведенного за рулем. Водитель первого остановленного грузовика порадовал своей аккуратностью. В порядке документы о проведенном своевременном техосмотре работает и тахограф. Это тяжело, это нелегковая машина, поэтому надо следить за этим обязательно. Вы отдыхали вовремя? Конечно. Пол 11-го лег вчера, сегодня в 8 часов утра встал. Данные на тахографе подтверждают сказанное водителем, который направляется из Серпухова в Брянск. Однако предостеречь от спешки не лишнее. Управлением госавтоинспекции по Московской области распоработаны специальные карточки для водителей, которые помогают знать правила, соблюдать это. Вы можете достать телефон, навести камеру на QR-код специальный. Водителям, а в этот день инспекторами были остановлены около 50 грузовых машин, были выданы информационные листовки с заполнительными сведениями о правилах дорожного движения. Ряд нарушений в ходе рейда все же был выявлен у двух водителей. Водителем является гражданин Кыргызстана. Гражданин имеет право управлять транспортным средством, наниматься на работу в Российской Федерации. Есть путевой лист, подтверждающий, что транспортным средством он управляет от организации, которой принадлежит транспортное средство. Есть технический осмотр. Карта тахографа у водителя присутствует, но тахограф не работает. Водителям напомнили, лучше опоздать, чем не доехать. После четырехчасовой поездки нужно обязательно прерваться на отдых. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды и прямой разговор. Напоминаем, что на Рутубе в ВК-видео мы тоже есть. Будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин